У нас много загадочного. Я буду сейчас кидаться с одного места в другое без всякой системы. Настроение такое. Помните, я говорил, мажорное настроение. Мне исполнилось 72, 12 этих самых циклов жизни по астрологическому календарю. Я многого не понимаю, что в этом мире творится. Я понимаю так, что 30 миллионов лет назад недавно ползали мышки. И единственное, что нас с ними роднит, это значит, что у них молочные железы и у нас у людей молочные железы. И благодаря этому их записали нам прадедушки, прабабушки. Представляете, 30 миллионов лет назад. Я считал потом, в каждом поколении мышек, которые росли, превращали, остались размером в кошку, собаку, теленка размером до человека якобы дошли. Каждое поколение должно было прибавляться по миллиарду клеток. Причем специфический клеток. Клетка зубов, это не клетка хвоста, и не клетка глаз. Увеличивались размерами в каждом поколении. Это я переначал. Миллиард клеток, еще миллиард, еще с чего, с какого бодона. И вот с этих мышей. А я всегда удивлялся. Появляются красивые картинки. Королева красоты. Это из обезьяны. За 40 тысяч лет назад, этих неандертальцев еще за людей не считали, но помните это, скошенный лоб. Ноздри. Помните эти самые, походку. Руки длиннее ног. Хвост. Куда хвост дели, когда выдумывали все эти теории. А куда вы хвост-то дели? За 40 тысяч лет? Нет уж ребята. Видели красавцев этих самых? Которые атлетов. Маскулистых, стройных. Видели королев красоты? Это из той мышки. Ведь звучит смешно. А я смотрю на этот мир и думаю, господи, для чего там Луна нужна? Извините, перекидываюсь на другую тему. Угловые размеры, как у Солнца. Миллиметр, миллион. Вы понимаете, это вероятность. Одна миллионная, одна триллионная. Вообще невероятно. Вот. А потом несколько попыток заселить Землю. Помните все эти вымирания, 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 вымирания. Все это отслежено. Что было, как? А так. Большой космический корабль. Луна, она и большая, и небольшая, смотря как смотреть. Вот. Внутри полая. Путешествовала между звездами. Присобачили к Земле. Попробуйте сказать, что я не прав. Она всегда одним боком. Что бы ни делалось. Как бы ни сбивали их метеориты. Она сверху покрыта шрамами сплошными от этих, от ударов метеоритов. От этих. Огромных космических тел. Не сдвинули ни на миллиметр, она так одним боком вертится. Не может быть никогда. А она вертится одним боком прижатой к Земле. Я уж... Есть техногенный способ. Постоянно подруливать с помощью этих самых же реактивных двигателей. Если их метеорит сбил с этого, с места. Тут же подправили. Один вариант. Да просто сделан таким образом, что у него один бок, как Ванька-встанька. Более тяжелый, более плотный. А второй более... Там дальше. С другой стороны от Земли. Он более... Сейчас скажу. Пустотелый. И она просто прижимается, как Ванька-встанька. Ее никак бесполезно сдвигать с места. Она все равно возвращается в то же место. Вот. Поняли, да? Кому надо, тот, надеюсь, понял. Ванька-встанька. Луна-Ванька-встанька. Когда-то попала к Земле, Земля остывала, уже можно было с ней работать. Вот. Бывали катаклизмы. Возвращались обратно на тут же Луну. Вот. Если выживали. Потом обратно. Осваивали. Вот. Строили под себя. Вот отсюда и вымирание, и вдруг раз, вымирание. Откуда позвоночник? И опять ветром надуло. Да что? Как может быть из ничего появиться сразу? Правильно. Железооткрытие сделал. Вот. Вода. Это второй вариант. Он равновеликий с первым. В воде существует невидимое для нас... Невидимые для нас, невидимые для нас силовые структуры. Встраиваются туда в виде супа же Земля. Ой, вода, она же не это, не дистиллированная. Молекулы. И вот уже появились, не молекулы, а эти. Соли, минералы. Все это пронизывается солнечными лучами, ионизируется. Ионизация, значит, прилипание. И вот они слипнулись. И вот они первые организмы. Но они уже были там в виде силовых структур. А дальше я показывал. Наберите ледяные узоры. Вот оно чудо, когда ледяные узоры открыли тайну. Потому что явно с помощью конденсата это стало, тайно стало явным. Вопиёт. Мировое открытие. Никаких опаренных, никаких этих самых. Ладно, там Дарвин вторичная. Там у зябликов разные носы, потому что разная пища по-разному добывается. Это я согласен. Но сам принцип-то не из неживого живое. А вот эти вот силовые структуры, они есть живые. Строилось, заработало, ожило. Понимаете? И когда мы умрём, мы не умрём, ребята. Душа просто отделится от тела, и всё. Тело перестанет играть роль аэродрома, роль энергетического этого самого, который подпитывает её до поры до времени. Вот, и это надо знать. Земля какая-то странная. Я на Украине... Знаете, что на Украине количество звёзд? По сравнению с... Я больше не был в каждую сотню раз, и тут сотню раз. Нигде больше такого не видел, сравнить не могу. Но на Украине звёзд в тысячу раз больше, чем здесь в Сибири. Самые прозрачные, самые тёмные ночи. На небе звёзд сотни, ну, тысячи. Ну, где эти миллионы, миллиарды? Почему такая картина? Кто мне объяснит? Всё так и не так. Вот. Иногда в отчаянии думаю, то ли мы всё-таки внутри компьютера, пусть большого, гигантского. Потому что мы видим на небе звёзды, но мы ни на одну не долетали. А если всё-таки они нарисованы? А если всё-таки это фантомы? Тоже непонятно. А душа человека? Как-то я собрался это, уснуть, уснул. Просыпаюсь в ужасе. Тело каменное. Как будто его залили бетоном. Просто взяли, залили бетоном. Ужас страшный, пошевелиться не могу. Потом смотрю, дёргаюсь бесполезно. Потом раз, лёгкость. Почему лёгкость? Я вешу. А вот оно, тело, я его вижу. Вот оно, неподвижное. Потом меня тащит к окну, тащит к открытому окну. Улетаю в ужасе, боюсь, страшно. Страх заставил напрячься и вернуться в тело. Но только подлететь к телу. Не в тело, а подлететь к телу. Ослабло, ослабло сила воли. Больше на больше не хватило, и меня опять потащило к окну. Раза три, я туда, а меня к окну, а я к телу. Наконец, собрав последнее усилие, страшно умирать, я уже почувствовал недобро. Я всё-таки вошёл в это тело. И опять навалилась страшная тяжесть. Опять я внутри пошевелиться не могу. Некомфортно, страшно. Я в ужасе, я дёргаюсь, дёргаюсь. Ничего не получается, я знаю, сейчас опять оторвусь. Вот, и когда я дёргался, и вдруг я случайно взял, Бочанин пошевелил большим пальцем ноги. И вдруг палец зашевелился, и пошла волна. И эта волна прошла через тело. Я трезвый, я был подростком. А, не подростком, ну, молодой человек был. Двадцать, двадцать пять. Вот, я абсолютно здоровый, я трезвый человек. Вот, этот ужас, который, это, я испытал. Вторую ночь опять то же самое. Опять летал. Опять вернулся. Опять летал. Опять. Третью ночь я сразу, я вам совет даю. Не просто так говорю. Попадёте в такую ситуацию. Кое-что близкое я вам совсем совчитал. Попадёте в такую ситуацию. Видите, что тело каменное. Значит, особенно в немолодом возрасте. А улетать-то не хочется. Постарайтесь не всем телом дёргаться, как я, бесполезно. А просто, вот, один палец. Расшевелите одно что-то, где-то слабое звено. И вы вернётесь опять в этот мир, совершенно здоровым. Вот. Вот это тоже одна из тайн, которыми я знаю, владею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова